А в областной библиотеке открылась выставка работ творческого объединения «Самоцветы Запорожья». С экспозиции ознакомился наш корреспондент. «Самоцветы Запорожья» – коллектив единомышленников с более чем 30-летней историей, объединившей творцов различных направлений. Поэтому и выставка работ авторства 15 мастеров получилась весьма разноплановой. В числе прочего представлены образцы живописи, вышивки, бисероплетения, аппликации, а также различные куклы. Организаторы говорят, народное искусство обретает все большую популярность. Был какой-то момент в 90-е годы, когда казалось, что народное искусство немножечко затухает, немножечко другие интересы у людей были, приоритеты жизненные были немножко другие. А сейчас мы видим, что и молодежь приходит, новые члены приходят в творческие дни «Самоцветы Запорожья». И молодежь интересует именно сделанное своими руками, то есть сейчас хендмейд очень моден. Одна из мастеров, Светлана Балуева, говорит, творчество для нее не только отдушина, но и стимул к саморазвитию. Например, начинала с кукол-мотанок, а чтобы нарядить их по всем канонам, пришлось научиться шить традиционные украинские костюмы. Теперь не только выставляет свои работы, но и делится познаниями. Женский костюм, он делится на три части. Нижняя часть, она связана с навью, то есть с теми, кто ушел, с нашими предками. Средняя часть, это вот эта вот грудная часть, она называется, значит, связана с явью, то есть с современной жизнью, с той, в которой участвует женщина. И, наконец, ее, значит, головной убор, он связан с правью, то есть это с теми, кто еще придет и с праведными мыслями. Посетить выставку запорожцы смогут до 18 апреля.